Все хотят миллион или миллиард долларов заработать, но и при этом 3% населения планеты Земля не имеют такие деньги. А сыны не имеют. Почему они не имеют? Потому что их цель в миллиард долларов не совпадает с их смыслом жизни. То есть эти два вектора должны совпасть. Почему-то люди думают, что деньги зарабатывают тяжелым трудом. Или деньги зарабатываются только мошенническими какими-то путями. Деньги зло. Очень-очень много подсознательных стрессов и багов, которые есть в голове. Баги берутся из семьи, баги берутся из прошлого опыта. Некоторые баги берутся даже, если верите, из прошлой жизни. То есть если в прошлой жизни тебя из-за денег убили, то в этой жизни ты будешь от них бежать. Если ты какие-то деньги заработал в глубоком стрессе, то ты от них будешь избавляться в виде шопинга, еще что-нибудь раздавать. Обязательно мошенникам отнесешь какую-то пирамиду. Те люди, которые теряли деньги в пирамидах, вспомните, в каком состоянии вы их отдавали. Пятакляшку жгет же, говорят, и человек ищет, куда бы их примкнуть. И якобы приумножить. На самом деле он подсознательно ищет причину их слить. Очень важно понять, что деньги это ресурс, что деньги это благо. Я денег не боюсь, я деньги принимаю. И тогда потихоньку-потихоньку пойдет движение вперед. Но очень важно, чтобы смысл твоей жизни совпал с той целью, которую ты выставляешь впереди. К счастью или к сожалению, миллиард долларов не у всех сопрягается со смыслом жизни. И мне кажется, это может быть даже лучше. Вот что такое подсознание. Это очень сильная штука, когда они говорят, зачем мне психолог, я сам разберусь, не разберешься. Зачем мне коуч, я сам поставлю себе цель, что же ты тогда не достигаешь. Есть люди, которые могут себе поставить и достичь, но это единицы. Это единицы. Любой спортсмен, с ним работает и психолог, и коуч, все работают. Люди, которые занимаются бизнесом, сейчас я наблюдаю, все учатся постоянно. Там столько наставников у них, наставник по бухгалтерии, наставник по производству, наставник по продажам, наставник по как управлять целым бизнесом, наставник по передаче бизнеса, наставник по семейному бизнесу, наставник по слиянию. Очень много наставников. Смысл самостоятельный, я сам разберусь, сегодня я не понимаю глубину этой фразы, если честно. Зачем разбираться самому, когда уже за тебя разобрались очень многие люди? Но прожить тебе придется самому, кого бы ты ни нанимал. Подсознание такая штука, которая тебе не даст совершить насилие над твоей психикой. Если есть что-то, что насильствует над твоей психикой, подсознание всячески будет этого избегать. И очень важно подсознание убедить, что у тебя нету, допустим, стресса от денег, нету стресса от семьи, нету стресса от детей. И ты тогда не будешь избегать. Это договориться с мозгом, да. Это прямо глубинная работа, и там нужно в подсознание лезть, через гипнозы можно, через дыхание, регрессивный гипноз. Короче, очень много инструментов у психологов, как это можно, вот с какой стороны. Какой конкретно тебе подойдет, одному Богу известно, но надо подбирать с разных сторон. Я же говорю, люди болеют из-за того, что они понимают. Есть люди, которые чего-то не хотят делать, и по привычке, что они, когда у них горло болит, они в школу не ходят, то в более взрослом возрасте они болеют, чтобы не ходить на работу. И поэтому подсознание делает такое. Это настройка в голове. Это софт. Это софт, который отвечает за безопасность. Субъективно уму кажется, что он тебя оберегает от более больших проблем, и поэтому он тебя держит в нищете. Поэтому ты одинок, потому что у тебя стресс от семьи. Зачем тебе? Ты же один раз попал уже, женился или там замуж выходил. Зачем тебе еще раз? И всячески нафиг, нафиг. Когда будут более-менее близкие отношения, ты будешь их разрывать. Потому что один раз уже было горячо, и второй раз эту же самую сковороду брать уже не будешь.